Удинезе отправлен на карантин. Если кто не знает, это итальянская команда из серии А. А на карантин ушли из-за коронавируса. Клуб не сыграет с Ферентиной и Эталантой в ближайшее время. Число зараженных коронавирусом в Удинезе возросло до 9. Естественно, человек. А тут внимание. Местные органы здравоохранения Италии отправили всю команду на карантин. В срочном порядке. А им нужно было играть 5 января с Ферентиной, а 9 с Эталантой. Руководители Удинезе обратились к руководству серии А. О просьбе переноса матчей с Ферентиной и Эталантой. Однако Лига отказалась откладывать ближайшие матчи. Но как мы знаем, матч с Ферентиной всё-таки отложили. А вот матч с Эталантой сыграют, не сыграют? Пойми. Лично на мой взгляд Удинезе нужен отдых. И как раз таки он появился за счёт карантина. Ну и конечно же праздников Нового Года и Рождества. А всё потому, что Удинезе после первого круга в серии А в 18 матчах набрал всего лишь 20 очков. Чуть больше одного очка за матч. Таким образом Удинезе занимает 14 место в турнирной таблице. Лидером же чемпионата является действующий чемпион Италии Миланский Интер. Который в 19 встречах набрал 46 очков. На 4 балла отстаёт Милан. Естественно занимает второе место. Третий Наполе. Именно вот таким образом завершился первый круг и определена была первая тройка победителей. Интер, Милан, Наполе. Удинезе всего лишь 14. В этом сезоне Удинезе это стабильный середняк. Но их нужно опасаться, потому что за матч они набирают 1 балл. На выезде они играют менее успешно, чем дома. Поэтому за счёт домашних игр они набрали свои 18 очков. Ну и конечно были матчи и выездные. Где-то хорошие. Но фанатам Удинезе, если конечно они есть и существуют. В Удинезе-то они есть в Италии. Не светит попасть их команде в ту же зону Еврокубков. А это как минимум нужно занять 8 место. Я думаю, что Удинезе так и завершит за пределами десяточки. Где-то так.